Всем привет, ребята, с вами Дричен, ты, да, вы на моём лайв-канале. Сегодня у нас будет правда или выпивка бывшая. Бывшие собираются, отвечают друг другу на вопросы. Если не хотят отвечать, то стандартно, что делают правильно, выпивают. Ну чё, ребята, давайте знакомиться с новой бывшей парой. Поехали! Ты когда-нибудь изменял мне? С кем ты начала встречаться после того, как мы расстались? Нужно подумать, я первым. Ну, такие подростки относительно. Было весело. Пошли домой. Лет 17, мне так кажется, нет? А меня зовут Кирилл, мне 21. 21? Не выглядишь. Это моя бывшая Саша. Я Саша, мне 19 лет, это мой бывший Кирилл. Класс. Ну ладно, я пацану бы 21 бы не дал, если честно. Она меня позвала, я бы чисто выпить пришёл. Вот, давай, до встречи. До встречи. Она проект смотрела. Что твои друзья и родители думают обо мне? Мама про тебя не знает. Она же меня один раз катала на машине своей. Да, но... Класс, друзья. Ну, наверное, не проблема, потому что мы прощались не как друзья определенно. Но вопросов не забыл. Мы встречались почти год, а потом ещё что-то непонятное. Друзья, да ты и так прекрасно все знаешь, все с тобой общаются до сих пор. Да, твои друзья, это мои друзья. Но твои друзья, почему это не мои друзья? Ну, не все. Моя мама один раз тебя видела возле бара, сказала, ты красивая девочка. Друзья, друзья, ты так знаешь. Серёжа вот тебя не любит. Почему? Ну вот, там была одна ситуация. Я тебе принёс шоколадку, а ты такая сидишь. Почему не айфон? Вот Серёжа это запомнил, и с тех пор считает тебя тупо злой сукой. Вот так вот не приняла правильно шоколадку, и всё, жизнь пошла под откос. Нормально. Ну, сейчас можешь, что-то поменялось, я не знаю. Ну, я знаю, когда меня видят на улице, там с вами не здорово, это даже. Ну, вот, теперь ты знаешь, почему. Почему мы с тобой расстались? Бл***ть. В принципе, скорее всего, потому что я тебя до***л. Скорее всего? Скорее всего. Ну, честно, тогда были. У меня такое чувство, что у неё к нему ещё есть симпатия, такая влюблённость. По нему не видно к ней, но по ней она так как прям думает, а вдруг что-то ещё завяжется. Это не лучшие годы в моей жизни. Ой, что я тогда только не делал. Я даже не знаю, как ты меня терпел, я себя столько не терпел. Вот после твоего дня рождения что-то с тобой произошло? Скорее с тобой. А что со мной? А, б***ь, еб***ь твою мать. Извините. Можно же материться? Ладно. Это после дня рождения Серёжи, когда мне было очень плохо, мне нужна была помощь. Слишком начал меня контролировать, просил, чтобы я всё время проводила с тобой время, чтобы когда я встречалась там с подружками, то типа тебя тоже с собой брала, потому что тебе скучно, и ты не хотел в старую компанию возвращаться. Меня это напрягало, потому что... Это мои подружки. У меня какое-то должно быть свободное время для себя и для подруг. Да, но можно было просто мне об этом сказать, поговорить. Я тебе говорила? Мало говорила. Или я не слышал? Ты не слышал. Ой, б***ь. Б***ь, это смешной вопрос. Сколько времени тебе понадобилось, чтобы нас забыть, и что ты делала, чтобы на это пережить? Ого. Начнём с Тима или с Миши? Ни с кого я выпью. А, типа у неё потом ещё было два чувака? Да, я могу спокойно ответить. Но я, правда, выпить хочу. Ну ты прекрасно знаешь, что вот сразу же, вот как только... Тут по факту не правда или выпивка, а просто давай попухаем и поговорим, назвать проект надо было. Ты куда-то там пошла с Тимом, я куда-то там пошёл с Соней. Мы ещё косплеили ваши фотки. Ага, я помню. Я до сих пор не забыл. Я помню. То есть прошло сколько? Много времени? Я вот теряюсь, третий год уже пошёл, как мы расстались именно, вот официально. А, так они тра ещё реально были по... То есть ей сейчас 19, было 16, ну да. За вас. Я сейчас опять буду пить или что? У тебя когда-нибудь были секреты от меня? Конечно. А чё так у неё микрофон дебильно висит? Типа направленный вниз, а не вверх. Я, в принципе, человек достаточно открытый. Ну вот сейчас так не ври. Ну я же постоянно врал, что я куда-то там пошёл тусить. Я что-то там... Ну я не говорил тебе, что я там делаю. А ты потом это всё узнавал, и у нас из-за этого были ссоры. Угу. Уже какой кошмар. Да и всё, секретов не было. То, что я с Соней общался, ты знаешь. Ты от меня это скрывал какое-то время. Короче, это была первая любовь, я так понимаю, серьёзная. Пока я рассмотрелся, что ли у Сони? Или у тебя на телефоне? Не. Да. Было по-другому? Да, 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 конечно. Ладно, у тебя... Ой, да. Были? Конечно. У тебя вообще волно было. Ты не очень сильно любишь. Давай я тебе сразу налив. Ты же всё не расскажешь. Да я не знаю просто, какие секреты были. Ну секреты, естественно, были. Я много чего скрывала всегда. И до сих пор скрываешь. Да. Не ужас. Поэтому на бухой. Сколько у тебя было партнёров до того, как мы начали серьёзные отношения? То есть в 16 лет сколько было партнёров? Очевидный вопрос. Ноль. А, значит ноль. А, Жур, значит ты был первым. Первая любовь. А у меня, я не знаю, серьёзным, а у меня была только одна девушка до тебя. И всё. Ну ты это тоже так прекрасно знаешь. Да, ты с которой в школе, тебе начали встречаться. Ого. Что там? Когда ты последний раз употреблял? Сейчас. Да у нас в основном все проблемы в наших отношениях были из-за того, что я в молодости. В молодости. Я как-то такой старый. Я тебя чувствую иногда себе на все 28. А я употреблял кислоту, ЛСД вот в больших количествах. Получал от этого удовольствие. И вот этот вот человечек очень хороший, она волновалась за меня. Я ей, по сути, мы начинали встречаться. Я тогда думал, что ты мне поможешь от этого избавиться. Но когда вот... Да, когда мне нужна была помощь, когда вот мне конкретно в какую... Скорина должна была тебе помочь. Ты сам себе гробил жизнь. Хавал какую-то дрянь. Она должна тебе помочь. Пока сам не захочешь, тебе никто не поможет. Духа поехала. Я тебя просто заебал. Да я бы сам с собой не справился, что ты не виноват. Кислоту два года назад. Чем? Помнишь, когда Мельник уезжал? Да. Вот даже тогда не помнишь. То есть ты даже не помнишь, когда встали? Даже не помню, когда. Ты же мне плевать на все это. Ну хорошо. О, боже мой. Я знаю ответ. Я лучше твоих бывших парней или тех, кто был после меня? Ну после тебя у меня были только одни адекватные отношения с Антоном. Да, я знаю. Ну ты рассказывал, что трахал лучше. О, боже, какой ужас. А помнишь тот день, вот до того... Знаете, такой немножко подростковый разговор. Такой, ой, Антон трахал лучше, конечно. Ну ты вот... Где ты еще? Мы с тобой были, но... Хотя 21, 19, ну какие-то ответы реально, как будто там по 15. Еще в Решке. Угу. И ты мне тогда сказала, что ты меня любишь. Потом ты говорила, что это случайно вырвалось. И ты мне до этого тоже случайно это говорила? Или типа вот с чего вообще это было? Почему ты так сказала? Ну я не особо помню. Пи***ц, оправдание. Ну это серьезное время. Давай наваливай на чистоту. Ты так сам прекрасно знаешь, что очень долгое время у меня были чувства к тебе. Все еще. Поэтому, ну, тогда это было правда. В смысле все еще? На то время, долго. После расставания у меня были... Да, и сейчас все еще. Я по ее глазам вижу, что она такая сидит так... Может он будет еще со мной? Я чувствую. Вот, поэтому это было правда, то, что я тебе сказала, что это так случайно. Ну, вот это я напи***ла. Ну ты умница, конечно. Естественно. Дурочка ты. Ты когда-нибудь жалел, что мы были вместе? Нет. Даже мыслей таких не было. А ты? Нет. Ну, типа я до сих пор вспоминаю это все с улыбочкой. Да, и хотелось бы повторить. Ну, было классно. Очень прикольно. На доходу момента. Почему ты скучаешь больше всего? По «Доброе утро, кот». По общению. Мы могли говорить обо всем. Открыто. А сейчас не можем. Почему? Ну, потому что другие отношения, Кирилл. Это ты просто закрываешься. Я готов говорить обо всем. Ну, хорошо, да, я закрываюсь. Это тоже по общению, по всему. Прям по всему? Ну, я не знаю, типа, как сказать, но было все очень хорошо и очень круто, и вот по всему скучаю. Запустимся. Ниф, закончится сейчас съемка, у меня хата свободна. У меня снова фотка. Открысим, стоит ли нам быть снова вместе. Блин. Ты зашел. Ты же знаешь, как наши друзья? Я представляю, что будет вечером. Мне тоже нужно запостить. Да. Давай сейчас щелкнемся на фоне белого этого. Давай сюда с этой стороны. У меня тут рука длиннее. Ты понимаешь, когда мы выйдем, просто у нас будет очень много сообщений от всех. Очень много, очень много. Поэтому мы эту историю будем рассказывать нашим дятям. А, то есть ты все еще надеешься, что мы будем вместе? Ну, такая, типа, на дурочку съехала. Нет, ну я вообще не надеюсь. Хотя в голове думает, позже, позже. А вдруг, а вдруг это судьба? Нет, конечно. Сарказм. Я сделаю. Скинь мне фотку, пожалуйста. Просто это очень смешно. Справилась? Да. Кажется, это тост. За тебя. Итак, внимание, вопрос. Кто сильнее любил? Ну, смотря в какой период, скорее. Вот именно. Потому что изначально я, у тебя, в принципе, не было чувств. Потом, наверное, ты. Это мое мнение. Ну, так и было. Отправь маме совместную фотку с надписью «Тебе привет» от меня. Вы же с ней даже не общались. Боже, какой ужас. А еще с мамой. Да ладно. Это немного типа каминг-каут, да? С ней ей рассказывал, там у тебя там пару словечек. Ну, фотка была совместной в рамочке тоже. Я отправляю маме «Привет» от Саши. Она подумает, что отмельник. Ну, фотка так же. Спасибо ей тоже. Мама нормально отреагировала. Так у меня мама не знает, кто это. Ну, он правдает. Посмотрю, что она скажет. А что вообще мама знает, что вы подошли? Ничего. Мы с ней никогда это не обсуждали. Да она вообще не очень сильный человек. Правильно? Да. Прямо доверительное отношение с мамой. Мне пишет моя сменщица из кофейни. Не, ну это круто, это классно. Что я должна поменять в себе для последующих отношений? Честно? Ну, мы же вроде как правду говорим. Ты очень много чего недорассказываешь. Ты очень многое в себе держишь. И очень часто вот у тебя меняется, знаешь, такое мнение. Вот бац и хоп. И ты передумала, хочешь что-то того, то другого. Во-первых, твоя неопределенность. Во-вторых, будь более открыта с человеком, с которым ты. В отношениях. Например, давай. Да ты многое из-за чего обетишься. То же самое, когда я начала общаться с Сашей, ты типа, ты начал ему писать, а-ля угрожать. Я не угрожал ей. Я просто сказал, что я тебя в лесу закопаю. Честно, мы с ним просто поговорили. Просто я знаю, как у него вообще с девушками в отношениях. И я за тебя больше беспокоился. Я тебе уже об этом говорил. Если ты хочешь, чтобы тебя зимой обливали холодной колой, пожалуйста. У меня никто не обливал колой, и меня никто не оскорблял. Ты хотела бы за что-нибудь извиниться? Да. Марта теперь меня пишет. Класс. Погнали. За то, что я не попыталась тебя тогда понять. Вообще, я начала какую-то фигню творить, которая тебе принесла боль. И типа, это все было на показ. Я делаю это специально. Вот за это я бы хотела очень сильно извиниться. А ты за что бы извинился? Не за что. Ты думаешь, что мне нужно за что-то извиниться? А я святой. Поняла? Извинилась, все. Что по самооценке опять? Извини, извини, извини. Я считаю, что я никакого плохого зла не делал. Кроме таких вот некоторых моментов, где из-за сложностей своего характера. А за наркотиков ты не хочешь извиниться? Кричал и так далее. Это тоже сложности моего характера. Это не сложности характера, Кирилл. Вообще ни капельки. Ладно. За это. За то, что меня поломало тогда. Хорошо. Урохов, ты прощаешься. Да. А ты? Я еще подумал. Еще нравится. Обсудим это сегодня. С кем ты начала встречаться после того, как мы расстались? Подождите. Тим, Миша, Артур. С кем первым? Ну, сначала был Тим на недельку. Ну да, потом Миша. Потом Миша. Он прям так все хорошо знает, кто был, насколько. Прям на рассвечку стоял, держал. Потом Артур. Потом Антон. Потом Антон. Ну, дальше это уже все, секретики. А я был чисто в перерывах. Ой. Это было мне конечно. А я был в перерывах. То есть, короче, они бывали попотрахивались, я понял. Кажется, имей с обеих сторон. Ты начала первой. То есть, с одним жахается, потом с ним, потом другого, потом с ним, потом третьего. Ну, короче, там какие-то такие отношения. Нет. Нет. И ты начал первой. Нет. Кто первый? Кто первый поцеловался с Тимом? А? Хорошо. Ты начала первой. И непонятно почему. Типа, я сначала была Соня. Потом опять Соня, опять Соня. И еще много раз Соня. Не, у меня еще были разные НТИшки. Как там ее звали? Ты даже не помнишь именки? Ну, да. Я отрабался. Но ничего серьезного. И ты сама знаешь почему. Ну да? Ну да. Ты когда-нибудь изменял мне? Если да, то почему? Ну, это вопрос, который меня интересует, наверное, уже несколько, ну вот, все время. Вот. Дец, да? Потому что мне, опять-таки, много чего говорили, я не знаю, правда это или нет. Вот теперь и знаю. Если ты не выпьешь, конечно. Как тебе разница? Да, ты очевиден тогда. Я выпью. Ну, ты изменял. Из-за нашей общей просьбы. Это раз. А во-вторых, в плане физическом. Поцелуй тоже изменен. По крайней мере, для меня. Тогда не изменял. Когда у нас начались проблемы, мы не разговаривали даже. Точнее, мы перестали делиться друг с другом со всем. Вот так вот. Ну, начались проблемы, грубо говоря, в отношениях. Из-за моей головы попаянной. Я пошел гулять с Соней. Мы напились. Вы поцеловались? Нет. Переспали? Нет, представляешь? Обратный вопрос. Я не изменяла. Я знаю. До того, какого дня. Но мы расстались. Да, я знаю. И потом я пошла в отрыв. Было весело. Пошли домой. Очень весело. За тебя, Солнце. Так, ну это вообще уже бред. Ты верх ногами прочитал, или что нужно для того, чтобы мы опять были вместе? Я же говорю, она думает, а вдруг? Да давай. Серьезно, вообще ничего не придумаешь? Может, я просто не хочу? Я знаю. А ты что? Посмотри на меня просто с другой стороны. Я предполагала такой ответ. Ага. Пей, пей. Я была бы хорошей женой? Ееец какой. Почему? На ужин сладики. Ну ты же сладики не то, что бы любишь. Как ты думаешь, хорошим мужем бы я был? Мне кажется, да. Ты очень внимателен. Хотя вы друг друга, может быть, по-своему и стоите, но... Такое, знаете, типа как бы друг другу кокетничают, но не-не-не, я не хотел... На утро я как дети. Я не хотел быть с ней, не-не-не, хотя ты... А вот как ты думаешь, я хорошая была бы женой? Поэтому, да, любишь сюрпризики всякие делать, приятности. Я тебе налью, а потом задам вопрос. Потому что я знаю, что это твой вопрос. Это намеренно то, что я не отвечу? Да. Нет, ты ответишь, но не сделаешь. Ты бы могла поцеловать меня в губы? Смотри, это не я. Что происходит? Это мной руководит матрицей. Я здесь ни при чем. Конкретно можно? Тебе просто поцеловать в губы? Ну просто в губы, типа без... Ты напилась? Да. Боже мой, боже мой. Ну идите, ребята, целую в деснах. Мне пи***цки. Я вижу солнце. Я так уж и быть, я тебя домой довезу. Ты очень любишь меня? Как ты ее довезешь? Ты бухаешь? Довезешь ты домой? Пьяной обезьяной довезешь или что? Или ты вызовешь драйвера? Короче, нажрали. Я не отвечу на этот вопрос. Так что ты не хочешь отвечать, если я знаю ответ? Ну вот, потому что ты знаешь, поэтому не хочу отвечать. Честно? Я не знаю. Ну очевидно ведь. Ну тебе может быть очевидно, а мне нет. Кирилл. Ты знаешь, что у меня странные отношения вот в плане того, что я чувствую и как оно на самом деле. Я просто поехавши немножко. Люблю, но не знаю, ты иногда такая сука. Я тебе это уже говорил. Нет, не люблю. Ты напилась? Так уж очевидный вопрос. Так и так уж. Тут по большей части очевидные вопросы были. Хочешь что-то спросить? А что не пьет? Это Джек Дэниелс, так понимаю. А то водка стит Финляндия. По виду похоже. Почему я до сих пор тебя люблю? Потому что типа идеал. Там все дела. Ой, 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 идеал. Вообще такая, как я в мире нету. Я. Подожди. Хорошо, а что ты вопрос? Почему? Ну ты не идеал, как девушка. Типа, блять, просто вот в плане моем, под мой психологический типаж, под, блять, мое осознание, под, в общем, под мою личность для меня ты именно идеально подходишь. Ты уверен вообще в этом, типа? Да, вроде как, да. Пожалуйста, ты вообще теоретически могли быть вместе? Да. Не знаю, может ли через 10, когда я буду другим человеком? Нет, в плане, я ее люблю, конечно, очень сильно, но... Ответил на вопрос, который не хотел отвечать. Тебе налить? Нет. Это зависит всего, в большей части, от нее. Саша очень быстро меняет свое мнение, у него быстро пропадает интеллект к чему-то конкретному. Мне просто кажется, что ты еще не доросла до того, чтобы строить именно нормальные отношения. Ты ей только 19 лет. Просто хочешь все еще играть в эти дурацкие игры. Ну, а я смотрю, с кем? Ладно, если бы ей 29 было бы. 19 лет, там еще, эш, Антон и Саша. Что, на дорожку? Вы просто закончились? Да. Кстати, мама ответила, не ответила. Что там за жизнь происходит? Пять сообщений, Кирилл. От матуши? Нет. От матуши? А мама ничего не ответила. Мама, кстати, тоже мне пока и мои ничего не ответила. Нет, подождите, мама прочитала, но ничего не ответила. Ну вот, короче, вот такие. Ну, признаете, у них какая-то такая любовь еще до конца, видно, не прошла, типа, вроде как, да, но не точно. Еще такая подростковая, где-то максимализм, где-то пафос выезжает. Ну, вот такое вот, ребята. С радостью прочитаю ваши комментарии, как вам, в общем-то, эта парочка. Хотите еще? Поставьте лайк. Увидимся очень скоро. Всем пока.